Папа, правда, ждал, писал с фронта, что он ждет сына. А родилась дочь. Но Александр Щербатых об этом уже не узнал. Погиб за три дня до долгожданного события. В воздушном бою 24 октября 1941 года летал на МиГ-3. Это высотный истребитель, самый скоростной на начало Великой Отечественной войны. Для боев на малой высоте не приспособлен. Но именно такой пришлось принять летчику. У младшего лейтенана Щербатых накануне была такая же встреча с фашистами. И он сбил немецкий истребитель Мессершмитт-109. Но, к сожалению, в этот день они сопровождали бомбардировщики. И сопровождение бомбардировщиков всегда тяжелая функция. Истребители скованы, тихоходность этих бомбардировщиков. И работают, как правило, в режиме оборонительном. Погиб еще в небе. Тело Александра Щербатых обнаружили местные жители. Несмотря на холод, решили захоронить с возможными в тех непростых условиях воинскими почестями. Именно благодаря этому поисковикам Одинцовского округа и удалось его обнаружить 80 лет спустя. Металлическая вот эта спинка кресла, которая защищала летчика от пули и осколков во время воздушного боя, она была расколота при падении самолета. И вот этими элементами крупных металлических пластин было накрыто тело летчика. И именно вот эта какая-то попытка оформить это захоронение в те годы, и она привела к тому, что захоронение в итоге было обнаружено. Потому что глубина для какого-то верхового металлоискателя, она слишком большая была, и на летчике не было крупных объектов, кроме этих бронепластин. Документов у пилота не было, поэтому с особым усердием поисковики изучали детали самолета. Результат не заставил себя ждать. Им удалось обнаружить номера. По ним установили личность погибшего. И уже через интернет нашли его родственников, дочерей и внуков. Вот его личные вещи. Это парашютная система, фрагменты парашютной системы. Это кубари, кубики младшего лейтенанта и эмблемы летчика. Находки поисковиков теперь семейная реликвия. О погибшем герое родные не забывали. Даже пытались самостоятельно найти место его захоронения. Мама собиралась поехать после гибели отца, найти его, могилу. А командир мне сказал, бесполезно, там пропахали все от и до. И ничего вы там не найдете. В 66-м году на место гибели поехала дочь Александра Ивановича. Безуспешно. В сентябре после пахоты на поле в деревне Труфановка вышли поисковые отряды округа. Им, наконец, удалось поставить точку в истории 80-летней давности. Это самая боевая машина, которую он управлял. Бил фашистских сервятников. Поисковикам повезло узнать не только имя героя, но и того, кто стал причиной его гибели. До конца войны этот немецкий летчик не дожил. Погиб в воздушном бою в 44-м году. Евгения Августина, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.